Я нашёл вот это вот. Есть такие умные люди. Лидьяна Мутко. Интересно. Первый раз такое имя. Лидьяна. Ну, короче, я готов поцеловать. Не бойтесь покупать понравившиеся саженцы. Это было в комментариях. А я взял и скопировал. Не бойтесь покупать понравившиеся саженцы. Если только не проснулись почки, розу, малину, барбарис, вишню, даже лени и педы. Не проснувшиеся только. Нужно хорошо выбрать. То есть, я вам показывал с цветами. С такими уже листьями зелёными. Естественно, она тоже молодец. Она пишет. Не проснувшиеся только. Не проснувшиеся. Но есть другая беда. Вот эти вот, которые я приговорил, что они все мёртвые. Они не проснулись. Они засохли на мёртвых. Понимаете? Вот. Поэтому её совет хорош. Например, вы едете. Ну, вот этот Ажан. Или как он там магазин называется? Ашан, да? Они теперь, я понял, есть везде. Наберите Ашану. Найдёте на каждом городе. Вот. А начинается весеннее обострение. В феврале всё-таки. Где-то уже в марте рассадить можно. Вы идёте. Попробуйте отличить мёртвых от живого. Так. Купить. Рискнуть. Вон, может, и не проснуться. И правильно, как она пишет наша дама вот эта. Лидьяна. Читаем дальше. Когда только завезли Вашан или Ка-ста-рабо. Она уже знает все эти, как говорят, все ябки. Вот. Видите? То есть, когда только завезли. Умница, Мутко. Умница. Выбор есть. Везти на участок под сугроб. То есть, только завезли в этот же день или там день-два, не давая им. Не проснуться. Не засохнуть. Вот. Везти на участок под сугроб. Раскопать его до земли. Сложить растения под ящик. Накрыть сахарным песком. Мешком. И засыпать сверху метром снега. Там будет постоянная температура около нуля. Ну, умница. Ну, наш человек. Прекрасно сохранится до середины апреля. Ну, то есть, она ограничила. Только после завоза. Сразу. Только живые. Только спящие. Ох, разобрались. Редактор субтитров А.Семкин